Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 23 том, вопрос 3522. Некоторые целомудренные старики советуют на всё, не всё читать молодым в Библии, чтобы не повредиться. Правы ли они? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конечно, и абсолютно не так. Но допустим, что так, то кто будет брать вину на себя за развращение нашей хорошей молодёжи? Я знаю, какие места некоторым святошим и ханжам хотелось бы подрихтовать. Это всегда о совокуплении мужчин с женщинами. Библия – книга жизни, а значит там есть всё, что есть в самой жизни. Не говорится там только о том, чего тогда и не знали, о таком явлении, как наркомания. Но и она подразумевается под словом «непотребство», то есть о том, что непотребно, что не требуется телу и душе для их существования. О гомосексуализме написано Римлянам 1.27 Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. Есть и о том, как две дочери забеременели, обе от родного папаши. Бытие, 19 глава, 34 стих. Но другой день старший сказал о младшей, вот я вчера спала с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. Есть он о житии плода от свёкра, об изнасиловании сестры братом, об убийстве брата братом и бабушкой всех своих внучат. 2.2 Паралипоменон 22.10 Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын её, встала и истребила всё царское племя дома Иудина. Есть и о волшебстве, об истреблении города священнического со всеми его обитателями. 1.2.2.19 И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юноши, и младенцев, и валов, и ослов, и овец поразил мечом. 2.3.2. Есть образное описание сладости общения души с Богом под видом жениха и невесты. 3.3.2.2 Песнь Песней, 7 глава, 8, 8 по 9 стих. «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви её, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков». 4.3.3.3.3.4. Об измене церкви Богу и Егове под видом прелюбодейства неистовый в похоти жены. Иезекииле 16 глава 25 стих. Иезекииле 16 глава 25 стих. Иоанне и Иамбрии противились Моисею, так и сие противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. 1 Фессалоникийцам 2 глава 15 по 16 стих. 2 Фессалоникийцам 3 глава 15 стих. В Евангелии говорится четко и ясно, что все последователи их, не честивого заблуждения, с их родоначальником Мухаммедом, Мугамедом, будут гореть в аду. 2 Фессалоникийцам 3 глава 15 стих. 1 Фессалоникийцам 3 глава 15 стих. Иоанн 1.29. На другой день, видимо, Иоанн видит Иоанна, идущего к Нему, Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Буддистам не нравится учение христиан, что человек умирает однажды и не превоплощается. Евреям 9 глава 27 по 28 стих. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Стихотворение. Приобретение ценно по нужде, насколько без того не обойтись, когда на холде нас посягнут раздеть, и только хуже издающим писк. Ушли родители и заметают след, лишь вспышки случаев отдельных освещает, все затуманилось, как будто ты ослеп, и так всегда смерть возвратит к началу. Ценить неоцененное общение, такое зыбкое сотружество и ласку, когда один в водовороте щепка. Не докричишься и кричать напрасно. Избыток чувства скоро притупляет. В достигнутом усмотрится изъян. Навье выкидываем бабушкам на тряпки. Ни одному покажется, что пьян. С изришеством присыщенность в обнимку. Брюжание, недовольство и придирки. Когда был в скудости, рассматривать бы снимки. Залатанным локтям прикрыли б дырки. В нужде великой жизнь на волоске. Один в бесцельности ненужный утопал. Строение рушилось, стояло на песке. Не дом на дно, а человек здесь пал. Совпало все и место, и минуты. В нужде непостижимой вспыхнул свет. Как лен перегорели, спали путы. Сползла пленительная дьявольская сеть. Спасен, обласкан и благословлен. С тех пор ни шага без Христа Иисуса. Слабеет жар, едва курится лен. И в суете светильник светит тускло. Безвыходные вылезет нужда. Молитва жарче и яснеет взор. Лишь вызови, не будешь долго ждать. Душе откроется тактический простор. 2007 год. Игнатий Тихонович Лапкин.